Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сейчас там работает порядка 80 человек. Они занимаются монтажными и строительными работами. После выхода фанерного комбината на полную мощность там будет трудиться порядка 300 человек. Предприятие расположится на территории бывшего Мутнинского строительного треста. Инвестиции в проект составят 440 миллионов рублей. Планируется, что комбинат будет выпускать 40 тысяч кубометров фанеры в год. Программа Экономика. Введение платного проезда для больших грузов отложили. Совет Федерации временно отказался от этой идеи после письма Вятской торгово-промышленной палаты. Планировалось, что проезд по дорогам федерального значения для транспортных средств массой свыше 12 тонн будет платным. Кировский предприниматель увидели в тексте документа ряд недоработок, которые могут породить проблемы для многих предприятий, сообщает бизнес-новости. Палата отправила письма в Торгово-промышленную палату России, в профильный комитет Государственной думы, члену Совета Федерации, представляющему Кировскую область Юрию Исупову, а также президенту Владимиру Путину. В итоге сроки введения закона были перенесены на год до 15 ноября 2015. Социально значимые организации смогут не платить за аренду муниципальных площадей. Имущество они смогут получить в безвозмездное пользование на 7 лет. Льгота полагается организациям, работающим в сфере образования, физкультуры, спорта и молодежной политики. Для них предусмотрено на сегодняшний день 13 помещений в Кирове. Право на заключение контракта будет определяться через торги, отмечают в пресс-службе городской администрации. Содержать, ремонтировать и страховать помещения арендаторы будут за свой счет. Окончательное решение по данному вопросу будет принято городской думой 27 июня. На сегодня Центробанком установлены следующие курсы валют. 34 рубля 41 копейка за доллар, 46 рублей 88 копеек за евро. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.